Меня зовут Оля. Ну, в моей теме все хотят уехать, многие хотят уехать в Европу, многие хотят уехать отдыхать, да, наверное, уже все мы хотим уехать отдыхать, потому что погода в Москве мрачная, да и во всей России, наверное, в большей степени. В России сейчас холодно, мрачно, хочется уехать отдыхать, но, к сожалению, сейчас в период пандемии очень много стран закрыты для туристов, поэтому будем выбирать из того, что есть, ну и не забывайте, что мы работаем в визовом центре, я работаю уже давно, и я могу вам помочь выехать сегодня в другие страны Евросоюза, такие как Европа, мы сейчас делаем визы через Италию, через Латвию, через Польшу. Очень хотим уехать, пока ждем. Скажите, пожалуйста, еще, да, есть вообще кто хочет уехать и кто хочет куда уехать? Алена, а почему у вас так ничего не получилось? Вы вроде хотели польскую делать. Да, сейчас есть возможность делать, сейчас есть несколько вариантов выехать в Европу. Первое, самое доступное и простое, это, наверное, делать польскую национальную визу. Мы делаем приглашение от работодателей, и на основании этого у нас люди выезжают. С этой визой можно выезжать, вообще с этой визой можно находиться во всей Европе. Конечно, она все-таки больше делается для того, чтобы там жить, там работать, там работать, да. Но очень многие едут в Польшу, работа не нравится или не работают. Но, тем не менее, остаются в этой стране, в Германии, в Испании, в Италии, еще в некоторых странах Евросоюза. Вот, также сегодня очень актуально, и мы делаем ПМЖ в Латвию. ПМЖ, правда, делается дольше, но по ценам и условиям, конечно, это очень-очень комфортно. С польской рабочей визой не доберешься до Германии или Бали? Вы спрашиваете у меня или отвечаете? Или Бельгии, извините. До Германии у меня добираются спокойно. На прошлой неделе люди уезжали на машине. На позапрошлой неделе, извините, они в пятницу выехали из Москвы. Проехали через Польшу, Москва, Минск, Варшава. В Варшаве переночевали, они уезжали на машине. В Варшаве, Германия, и так они доехали до Италии. Добрый день. У меня был человек, который с польской рабочей визой на прошлой неделе улетал через Турцию. Москва, Турция, Варшава. И в Варшаве переночевал, на другой день тоже улетел в Германию. Вопросов тоже не было. То есть на границе контроля сейчас нет никакого внутри Евросоюза. Поэтому польская национальная виза, она сегодня одна из. Дальше спрашивали, можно ли для других категорий граждан Белоруссии. Для белорусов тоже визу открываем. Белорусы, Украина, для Молдавии. Для всех открывают визы. Единственное, в России вы открыть не можете. Для того, чтобы открыть в России, нужно делать вам жену. Приглашение мы можем сделать. Также можем записать в любую из этих стран. Как на Украине у нас есть партнеры. В Минске у нас есть партнеры. То есть это тоже не проблема. Ну и содействуем в получении ПМЖ в России. Чтобы мы могли с этим ПМЖ подать в Россию. Ну это все очень-очень индивидуально. Надо обязательно написать в директ. Если вам это интересно. Да, здравствуйте. Если это вам актуально. Обязательно пишите в директ. Если вам нужно выехать в Европу. Ну конечно это все сделано. Дальше. Какие у нас еще были вопросы? ПМЖ. Да, очень многие спрашивают про ПМЖ. Как сегодня можно сделать ПМЖ. На самом деле вариантов очень много. Но проще всего мы сегодня делаем. И проще всего делается. И по срокам быстро делается. И по цене. Это сегодня довольно-таки приятная цена. На мой взгляд. Мы делаем ПМЖ в Латвию. Делаем мы где-то. Ну сейчас в Латвии карантин до 6-12. Поэтому есть задержки. Плюс впереди новый год. Сейчас наверное месяцев 3-4. Вот так вот пойдет. Пока делается ПМЖ. Вот. Срок оформления где-то до 4 месяцев. Она действует бессрочно. То есть ПМЖ открывается навсегда. Единственное нужно. Выдается такая пластиковая карточка. Эту карточку нужно каждый год продлевать. Продлевать. Ее не надо продлевать. Ее просто нужно менять. Чтобы поменять. Она абсолютно бесплатная. И так вы можете всю жизнь так прожить в Европе. Через 5 лет можно запрашивать гражданство. Гражданство. Ну уже будет паспорт. То есть цена для того, чтобы получить через 5 лет паспорт на сегодняшний день очень приемлема. У нас ПМЖ в Латвии стоит пока 5000 евро. Я знаю, что партнеры собираются поднимать с декабря месяца. Поэтому цена будет совсем другая. На какой срок делается польская виза? Польская виза делается от полугода до 3 лет. Здесь тоже нужно смотреть. Смотря какие у вас визы были. Смотря на сколько вам нужно там пребывать. То есть приглашение мы можем сделать как на полгода, так и на более длительный срок. Так, вернемся к ПМЖ. Карта идет бессрочная. Делается она. Она дает мне всю жизнь. С этой картой вы сможете в Германии, в Европе, в том числе в Германии, находиться, жить, работать официально. Для того, чтобы работать с этим ПМЖ, вам просто нужно делать регистрацию. Так, что еще? И еще. Эта карта дает возможность без визово въезжать в Канаду, в Новую Зеландию и в Австралию. То есть если у вас будет ПМЖ, вам в эти страны визы делать не надо. Ну, если вы знаете, что в эти страны визу получить довольно-таки непросто. В чистый паспорт, по крайней мере, с чистым паспортом попасть в Канаду практически нереально. Ну, вам просто не откроют туристическую визу. Так. ПМЖ. Как попасть в Европу? Кому можно открыть ПМЖ? ПМЖ можно... ПМЖ мы открываем практически всем. Это идет и Кавказ. Какие документы для ПМЖ? Чуть позже отвечу. ПМЖ можно делать и для Кавказа. ПМЖ можно делать и для... Для Кавказа. Для СНГ. Для... Ну, вообще ПМЖ открывают практически всем. Очень-очень мало кому не открывают. Документы для ПМЖ. Это загранпаспорт, копия всех страниц с отметками, российский паспорт, копия всех страниц с отметками и диплом. Что вы заканчивали? Это институт, аттестат или еще что-то. Если вдруг у вас нет образований, если нет документов об образовании, это тоже не проблема, мы это тоже решаем. Это тоже все очень индивидуально. Наверное, говорить в прямом эфире это не стоит. Так, что еще? Так, значит, ПМЖ открывают практически всем. Процесс. Как происходит процесс? Мы подаем документ в Латвию. Вы оплачиваете 50%. Мы подаемся документу в Латвию. Они полностью проходят по всем системам. Если вы в системе СИС, если у вас какие-то нарушения, то есть мы это все полностью проверяем. Если нарушений нет каких, документы проверятся в Латвии. Потом они, после того, как они пройдут тщательную проверку, они идут дальше. Идет проверка Еврокомитета. И только после того, как Еврокомитет одобрит, уже мы открываем визу ТПД в Латвию, латвийскую визу национальную. И с этой латвийской визой вы уже непосредственно едете в Ригу. В Риге уже получаете эту карту. А на семью? Да, на семью ПМЖ делается. Взрослым идет отдельная цена. То есть каждый взрослый человек подает отдельно. Дети идут плюсом. То есть за детей вы не платите ничего. Вы подаете взрослым документы, пакет документов. Это загранпаспорт, российский паспорт и диплом. Детям вы добавляете свидетельство о рождении и добавляете загранпаспорта. Все. То есть вы получаете, родители получают, дети получают автоматом. Так, что еще забыла сказать? Так, какие еще вопросы? Как можно еще сегодня выехать, если не могу открыть польскую визу? Есть еще несколько вариантов. Мы делаем, если у вас есть виза туристическая, Шенген, сегодня тоже можно выехать. По лечению, например, мы делаем вызов на лечение. Делаем из Германии, из Германии, Италии, Финляндии. Мы делаем по лечению. Есть по политическим соображениям. Мы делаем приглашение. Приглашение из Словении, из Латвии. Вот. То есть, если у вас есть виза, даже если у вас нет визы, надо просто написать, надо просто посмотреть вашу ситуацию и сегодня это все возможно. Вопрос только, на самом деле, денег. Потому что в Европу уехать сегодня хотят многие. Это просто стоит денег. То есть, это не стоит 10 тысяч рублей, как туристическая виза. Это стоит денег. Потому что сама виза, она гарантированно стоит. Она приглашение еще нужно прикладывать. То есть, если у вас, если вы не можете поставить национальную польскую визу, она тоже не стоит 10 тысяч рублей, но она более-менее приемлема по ценам. Вы через договор работаете? Да, конечно. У нас есть офис в Москве. Мы находимся на Пресненской набережной 12. Вы приедете, мы пообщаемся. Обязательно заключается договор об оказании услуг. Договор вы можете проверить. Очень многие у нас... Очень многие приходят договора проверять. Берут договор, проверяют его, проверяют с юристами. Если вас что-то не устраивает, или вы хотите какой-то пункт изменить, поменять, мы это тоже все делаем. То есть, конечно, работаем мы непосредственно по договору. Будет ли сохраняться эфир? Ну, я не знаю. Я пересмотрю его. Пересмотрю на информацию. Я не знаю еще. Ну, я думаю, что мы будем сохранять эфир. Сколько стоит? Что отскольких? На сегодняшний день, до конца этого месяца, ПМЖ стоит 5000 евро. Гарантии какие? Если вы не получаете ПМЖ, мы возвращаем всю сумму денег. То есть, всю оплату. В договоре прописывается, что мы делаем ПМЖ в какие-то сроки. Если мы не можем вам это сделать, то мы возвращаем все деньги. Сколько стоит виза? Виза польская. Польская рабочая стоит от 25 тысяч рублей. Это весь комплект документов, сопрождение, запись, анкеты, страховки. Это весь полный, это полный комплект документов. Документов от вас только паспорта. Паспорта и фото. Какую страну делаете? Что именно делаем? Если визы, туристические визы делаем сейчас в Латвию и Италию. Германию можно еще открыть. ПМЖ делаем пока только в Латвию. Вообще, сопровождать мы можем практически. У нас есть юристы, которые могут вас сопроводить практически в любую страну мира. Именно юристы, которые будут сопровождать ПМЖ. Но именно полный комплект документов делаются через Латвию. Такие условия есть только с Латвией. В Польшу гарантия есть рабочая? Гарантия какая? Какую гарантию вы хотите? Гарантия чего? Что вам 100% ее одобрят? Не могу сказать, потому что все-таки решение об открытии визы принимает консульство. И 100% вот так вот не зная о вас, не могу сказать о ли. Поэтому надо видеть ваши документы, нужно видеть ваш паспорт, прежде чем сказать, что да, я вам поставлю визу. Вообще, если я на 98%, если у меня есть хоть доля сомнений, что человеку визу не поставить, я ему всегда говорю об этих рисках. Так что вот потому-то, потому-то, потому-то вам визу могут не поставить. И только после этого уже человек решает, стоит ему поставить или не... Стоит ему делать визу или нет. Поэтому польская рабочая виза это не 100% гарантия. Отказы есть, но их немного. По туризму статистика гораздо выше отказов, чем по рабочей визе. Вот. Ну, в принципе, по вопросам я пробежалась, по всем условиям я рассказала вам. На этот эфир я поставлю промокод на скидку. Промокод будет виза 2511-2020. Это дата сегодняшнего прямого эфира. По этому промокоду... Напишу. Не могу написать. Виза. Виза 2511-2020. 2020 промокод на скидку 15% То есть, если вы вдруг захотите обратиться, обязательно скажите этот промокод. Этот промокод, он будет действовать всегда. Там я на него буду делать скидку. Скидку в районе 15%. Я... Да, на все наши услуги. Ну, в Польшу рабочие у меня отказы. Я подавала в Польшу. Надо посмотреть, через какую фирму вы подавали, по какому пункту вам отказ поставили. Паспорт надо посмотреть. Не могу так сказать, почему отказ. Ну, на самом деле, сейчас вся Москва начала польские рабочие визы делать. Если я, предположим, занимаюсь польскими визами уже лет 5, то я знаю все тонкости. Тонкости прохождения границы, тонкости, почему людям отказы ставят. То сейчас все визовые центры, которые не сгорели, они начали делать польские рабочие визы. И вот с этого месяца в Москве отказы почти... Ну, была такая волна, когда отказы составили практически все. Ну, мы, конечно, с нашими клиентами либо кто-то переносит поездки на следующий год, кому-то мы переделаем, подаем на апелляции с контрактами. Поэтому я думаю, что либо вам надо написать нам... Напишите нам, либо позвоните. Либо обращайтесь к... Ну, напишите, да. Напишите в директ, и мы будем уже решать, потому что не видя ваших документов, я ничего сказать не могу. Али, сказали, что... Что не верим, что вы будете работать там, что я останусь там. Ну, скорее всего, это 9-й пункт. Скорее всего, что это 9-й пункт. Ну, Али, напишите, пожалуйста, в директ или на WhatsApp по номеру телефона, который указан в шапке профиля. Я думаю, мы с вами пообщаемся и решим что-нибудь. Ну, тогда я буду завершать свой прямой эфир. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Спасибо, что послушали. Всего вам доброго. До свидания.